Мне выпала честь открыть череду пленарных докладов. И на пленарные доклады Конгресса, определяя основную направленность дальнейших дискуссий, является в определенной мере и презентацией различных национальных научных сообществ. Поэтому я позволю себе, предваряя основной текст доклада, вкратце охарактеризовать деятельность Российского общества теории музыки, члены которого будут представлены как докладчики в последующие дни нашего Конгресса. В этом месяце, принимая у себя 10-й Конгресс Евромаг, наше общество теории музыки, как уже было сказано, отметило свой 10-летний юбилей. И наш дебют очень запомнился участием в Конгрессе Евромаг, который проходил в Риме, в Академии Санта-Чичили, с которой у Московской консерватории давно установились партнерские отношения. За последующее за этим время была проделана большая и интересная работа, отражение, которое можно найти в электронном журнале общества теории музыки, в уже квартальных выпусках научного вестника Московской консерватории. Наши коллеги все его знают, я его захватил для того, чтобы его увидели и наши зарубежные друзья, и также в других научных изданиях. Обществом проведены четыре международных конгресса с разнообразной и актуальной тематикой. Первый из них прошел под девизом «Теория музыки – многосоставная современная наука. Инновации и дискуссионные проблемы». Этот конгресс состоялся в Санкт-Петербурге в 2013 году. Второй мы назвали «Школы и направления в музыкальной науке, исполнительском и композиторском творчестве». Это было в Москве в 2015 году. Третий – «Революция в истории музыкальной культуры к столетию революции 1917 года». Тоже у нас в Москве в 2017 году. А вот последний из этих конгрессов был специально приурочен к проведению в Москве Конгресса Евромаг и состоялся в Казани осенью прошлого года. Его тема связана с языком нашего профессионального общения. Назывался он термином понятия и категории музыковедения. Организаторами была обеспечена возможность активного обмена мнениями в формате пленарного и секционных заседаний, стендовых докладов, семинара практикума и презентации. Вот все это было отражено в ряде изданий. Наши уже казанские друзья опубликовали тоже все вот эти тезисы, а потом и основные тексты докладов. Поэтому все это доступно и на самом деле представляет большой интерес, поскольку речь идет о том, на каком языке мы друг друга понимаем. Итак, вот названия секций, которые были на этом конгрессе, говорят сами за себя, приведу их. Концептуальные основы в исследованиях новейшей музыки. Понятийный аппарат и терминология в изучении лады и гармонии. Понятийный аппарат в изучении тембра и фактуры. Понятия и термины в междисциплинарном пространстве. Нарратив и нарративность. Терминология в изучении формы. Понятия и термины в движении истории. Понятия и термины в изучении жанров. Терминология музыкальной медиавистики. Специфика понятийного аппарата и терминология в различных национальных традициях. Понятийный аппарат и терминология в изучении музыки барокко. Ну вот сам перечень этих направлений науки, которые были отражены в регламенте этого Конгресса, конечно, свидетельствует о том, какой широкий объем информации здесь был представлен. Вот как раз представленная мной сегодня тема доклада отражает один из аспектов обсуждения на упомянутом на 4-м Конгрессе общества теории музыки проблемы языка общения музыковедов, а именно все более заметную в последнее время склонность к его метафоризации. Это, впрочем, относится и к предпочтениям, свойственным многим современным композиторам. Поистине вспоминаются Гёте «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». Речь при этом идет именно об осознанном вовлечении элементов художественности в язык не только исторического, что привычного, но и теоретического музыкознания. Такая задача, в частности, декларируется на первых страницах книги Евгения Владимировича Назайкинского «Логика музыкальной композиции». Я приведу цитату с этих первых страниц. «Жанр книги диктует нам путь литературно-музыковедческого описания, лишь в некоторой степени опирающийся на читательскую инициативу активной слуховой работы. Читателю предлагается описание, противоположное обычному анализу. Оно будет скорее синтезом, направленным к конкретному произведению. Образное описание в ряде случаев оказывается особенно необходимыми в роли искусствоведческого эквивалента строгих научных дисциплин». Цитата закончена. Таким образом, постскриптум, буквально после написанного, я предлагаю понимать как метафору, которая в наше время напоминает реликт отмирающего эпистолярного жанра. Новые средства коммуникации оттеснили поэтику сугубо индивидуальному, о многом повествующего человеческого почерка на бережно извлекаемом из заклеенного конверта листке. «Этотам, в прежнем эпистолярии, постскриптум свидетельствовал о возникшей у автора письма потребности договорить недосказанное, продолжая тем самым мысленное общение с адресатом. «Природе человека всех времен было длить прощание», – заметил Анатоль Франц. В традиционном письме постскриптум, как договаривание, порой превышал по значимости, а то и по объему, основной текст. Именно в таком расширительном значении я и буду его в дальнейшем употреблять. Слово «договаривание» в данном случае тоже надо понимать как метафору, однако в литературном языке метафора обычно применяется вскользь, это мостик разового пользования. Я же в нарушении этой нормы языка вознамерился поговорить об этом достаточно пространно, и это необходимо изначально обосновать. Итак, коль скоро договаривание метафора, нет нужды пытаться дать строгое определение этому слову. Для прояснения его сути уместнее выстроить ряд синонимов, частично передающих его смысл и обрисовывающих возможный контекст его использования. Итак, рассмотрим слово «договаривание» в различных синонимических рядах, двигаясь от общего к частному и подойдя в итоге к обсуждению конкретных музыкальных произведений. Первый такой ряд объединяет понятие общим смыслом договаривания своего собственного. В нем можно поместить выражение «до развития», «до страивания», «поэтапная реализация», «корректировка замысла» и т.д. Как-то Леонид Леонов полушутя, полусерьезно высказался. Делая риск бумаги, это потенциальное произведение. Произведение – это испорченный замысел. Этапы порчи замысла – это, собственно, и есть договаривание, что легко подтвердить целым рядом наблюдений. Движение живописца подли Мальберта – это договаривание. Эскизная работа – это договаривание. Гравюра, как серия поэтапно достраиваемых деталях оттисков – это тоже договаривание. Наконец, возвращение творца к уже завершенному тексту авторской редакции – и это договаривание. Вот в области серьезной науки все это разводится на два потока исследований, которые Алексей Федорович Лосев противопоставил как психологию творчества и диалектику творчества. Психология творчества изучает сам процесс создания текста в его договаривании. Диалектика творчества изучает продукт творчества – готовый текст художественного произведения, но изучает его как призму, через которую рассматривается и процесс создания договаривания данного произведения. Второй ряд синонимов обнаруживает иной смысл – договаривание чужого. Здесь можно поместить понятие «пересказ», «перевод», «адаптация». В художественной литературе XX века, к примеру, четко обозначилась линия, связанная с договариванием библейских источников – Иосифово, братья Томаса Мана, Иуда Искариот, Леонида Андреева и так далее. Речь идет о свободном пересказе с насыщением новым смыслом конкретного сакрального текста, который априори хорошо известен. В области музыки мы встречаемся с подобным явлением в разного рода транскрипциях и переложениях. Например, знаменитые чеконы Иоганна Сепастьяна Баха фортепианной транскрипции Бузони. Это что? Это договаривание Баха языком того инструмента, до появления которого Бах не должен. В наше время заметным феноменом художественного творчества стала реконструкция чужого, незавершенного текста. Сошлись на завершение Скрябинского предварительного действия Немтиным, некоторых Прокофьевских сочинений Блоком, Шубертовской симфонии Эс-Дур Бутиром, оперы Клода Дебюси, Родригеса Хемена, Денисова. Да и такая понятная вещь, опигонство, это тоже договаривание, как процент из капитала. Наконец, еще один ряд синонимов слова договаривания представляет такое явление, как вариационность в широком смысле слова. В живописи, например, с этим связана проблема серийности в творчестве некоторых художников. Балерины на полотнах дыгах, лошади у Жиряко, подсолнухи у Ван Гога и так далее. В художественной литературе подобное договаривание в вариационность есть семантическая константа многих жанров. Вспомним Рубай и Амара Хаяма, сонеты Вильяма Шекспира и так далее. Все это договаривание одной темы с большой буквы в массе текстов. Договаривание, как вариационность, может относиться и к своему, и к чужому. И музыка дает тому множество примеров. Тут и мессы пародии, и джазовая импровизация на заданную тему, и собственно вариационные формы во всех их разновидностях. Здесь, однако, имеет смысл остановиться, так сказать, схватить себя за руку. Потому что сам перечень синонимов, слово договаривание, показывает, что обсуждая их, можно выйти на самые капитальные проблемы художественной культуры. Это и проблема художественного канона, и принцип диалога в бахтинском понимании, и феномен интертекстуальных связей, как отражение текста в тексте, и еще многое другое. И вот, чтобы не потеряться в этом необозримом море, необходимо ввести для себя определенные ограничения. И вот в качестве таковых целесообразно предложить два момента. Первый. Выделить семантический инвариант, связывающий слово договаривание, с его синонимами. Такой инвариант можно увидеть, во-первых, в идее намеренного сохранения, дления, некоторого психологического состояния, речевого процесса. И во-вторых, в идее дистантного возвращения к таковым. Ну, принцип ренессанса, как отрицание-отрицание. Второе. Выделить только те явления, для обсуждения которых именно слово договаривание оказывается более емким, точным и адекватным существу обсуждаемого, по сравнению с теми его синонимами, которые можно, в принципе, употреблять здесь также. Таким образом, будут рассматриваться только те ситуации, в которых слово договаривание обретает некий особый пафос. Художественная культура XX века имеет немало специфических граней, для анализа которых может пригодиться эта метафора. Исходя из этого, договаривание может быть представлено как намеренное доведение до мыслимого предела некой культурно-исторической традиции. К примеру, структурализм в музыкальном искусстве XX века можно рассматривать как апогей одного из важнейших векторов европейской культуры. РАЦО. Называя всю историю европейской музыки процессом прогрессирующей рационализации, Теодор Адорно таким образом находит логическое обоснование музыкального структурализма в намеренной абсолютизации некоторых принципов пунктиром пронизывающих все эпохи. структурализм это последняя предельная точка, которой сознательно подведена традиция, идущая еще от Аристотеля. С другой стороны, вся художественная культура XX века может быть представлена как договаривание великой эпохи, нового времени. При такой постановке вопроса естественно, на первый план выходит арка барокко XX века. Сравнение художественного наследия века открывшего эпоху нового времени и века договаривающего эту эпоху нередко встречается на страницах искусствоведческих работ. Особая болезненно воспринимаемая тема договаривание как феномен вытесненной культуры. Это суть одной из культурологических концепций, представляющих как центральную коллизию XX века период прерванной эволюции художественной жизни. Для Европы это период фашистской диктатуры, для России после октябрьской времени. И договаривание вытесненной культуры, оборванной традиции, на самом деле обрело в XX веке особый пафос. Вся культура русского зарубежья это прежде всего договаривание того, что было выброшено из естественного русла развития, обречено на уничтожение или забвение, заслонено так называемой пролетарской контркультуре. Достаточно вспомнить, что в XX веке практически вся русская церковная музыка продолжала создаваться с целью исполнения храмов исключительно среди эмигрантов. Лишь в последней третье прошлого столетия, в пору празднования тысячелетия христианства на Руси и в нашей стране возродилась традиция создания музыки литургической. Договаривание 19 века веке 20 тоже многогранная проблема. Оно может иметь разный смысл и разные формы. В 1949 году ушел из жизни Рихард Штраус. Все его творчество это договаривание романтизма. Однако одно из последних сочинений композитора отличается особой семантикой. Незадолго до образования Германской Демократической Республики тоже 1949 год Старик Штраус пишет сочинение под названием Метаморфоза в котором договаривает перед своей смертью сразу все. Беспросветно мрачной музыки он прощается и с сокрушенным Третьим Рейхом и с культурой прежней Германии уже накрываемой новой волной европейского авангарда и со своей собственной былой славой преемника великого Вагнера. Следы романтизма в 20 веке после этого однако вовсе не потерялись и даже напротив возникла новая острота проблемы договаривания наследия прошлого века. термин романтизм стал употребляться с уточняющими приставками пост и нео. Постромантизму отнесено все то, что в художественной культуре 20 века представляет шлейф века 19 это своего рода пост скриптум дописывания уже завершенного в принципе письма. музыка это и тот же Рихард Страус и многие из русских композиторов эмигрантов. Под нео-романтизмом же, как известно, подразумевается качественно иное явление художественной культуры последней треть 20 века. Это договаривание на расстоянии. Это арка переброшенная в еще не совсем далекое прошлое, но через голову успевшего пережить свой кризис европейского авангарда середины века. Вот эти приставки пост и нео способны однако не только разделять, но и сближать понятия. Нео-романтизм нередко упоминается как синоним постмодернизма, причем общеизвестная расплывчатость понятия постмодернизм в какой-то мере снимается вопросом, а что же именно он договаривает? И такие примечательные явления, как определенно склоняющиеся в пользу пустого маляра статистика стилевых аллюзий в сочинениях современных композиторов, как актуализация дискуссии о сути эклектики, все это достаточно ясно указывает именно на тот исторический период, в котором модерн начала XX века был вытеснен с авансцены впервые заявившим о себе авангарду и, как оказалось, был вытеслен недоговорив. Заведомой неточностью термина постмодернизм пожалуй, придется смириться. Многочисленные попытки добиться в этом вопросе в разумительной конвенции успеха не имели. И все же, не претендуя, конечно, на истину в последние инстанции, замечу, что договаривание модерна на расстоянии логично было бы подчеркнуть приставкой «нео», а не «пост». Здесь можно, однако, заметить, что договаривание модерна начала XX века имело место не только на расстоянии. В немалой мере эту миссию выполнил неоклассицизм, как своего рода контрпунктирующая оппозиция авангарда первой волны. Неточность термина неоклассицизм тоже очевидна. Как договаривание на расстояние, он не содержит указания на конкретный удаленный по шкале времени источник. Здесь могут встретиться стилистические модели и из барокко, и из возрождения, и из средневековья. Существеннее другое. Неоклассицизм почти непосредственно в след за модерном договаривает идею исторического синтеза, и именно поэтому противостоит авангарду. В этом смысле именно он мог бы претендовать на титул постмодерна, роль которого в удерживании определенных позиций. Последние соображения могут быть представлены и более конкретно, как проблема договаривания иссякающей традиции. Именно с этой позиции можно взглянуть на музыкальный постмодернизм конца XX века. Он буквально пронизан прощальной интонацией. Комментируя собственное сочинение, Валентин Сильвестров как-то сказал, «Моя музыка начинается прямо с коды». Это очень важное замечание. Кодовое ощущение, возникающее при первом же соприкосновении с музыкой, говорит о многом. Кода как постскриптум, вынесенный за рамки лишь подразумеваемого текста, это загадка, побуждающая нас задуматься над сокрытым смыслом произведения. В этой связи стоит обратить внимание на такой внешне примечательный факт, как появление необычного жанра постлюдия. Количество произведений у разных авторов с таким названием действительно позволяет говорить об особом жанре и о постлюдимости как специфическом его признаке. В частности, и среди произведений Валентина Сильвестрова название постлюдия встречается неоднократно. Постлюдия для скрипки соло 1982 Постлюдия для велончели и фортепиано тот же 1982 Постлюдия как название симфонической поэмы для фортепиано с оркестом 1984 год. Как я уже сказал, примеров много и есть специальная работа посвященная этой теме. Вот наконец двигаясь от общего к частному мы подошли к уровню отдельно взятых художественных текстов. О каком же договаривании интересно порассуждать здесь? Остановим свой выбор на явлениях предельно единичных, неповторимых, но в совокупности своей, представляющих нечто характерное для культуры XX века. Классика романтической ориентации на опус перфектум и абсолютум сочинение совершенное и законченное сменяется в XX веке ориентации на опус уникум сочинение беспрецедентное. Ряд появившихся в музыкознании новых терминов отражает эту тенденцию. Индивидуальный синтаксис, композиционная модель и так далее. Сознательное уклонение композитора от протаренных дорог казалось бы исключает и сознательное договаривание чего-либо, однако это не так. Опус уникум вполне может быть договариванием как своего, так и чужого. Пора привести соответствующий пример. Договаривание своего в музыке XX века имеет помимо уже отмеченного выше и некую особую специфику. Беспрецедентный по своей оригинальности замысел порой удерживает композитора от немедленной смены курса по окончании работы над текстом произведения. Этот замысел властвует и над следующим формально вполне самостоятельным сочинением. Иногда такая зависимость не осознается самим композитором или осознается не сразу. В одном из интервью Софика Байдулина сказала, что обдумывая свой творческий путь неожиданно подметила, что сочинение выходит у нее из-под пера парами. Инерция творческого импульса, преодолевающая рамки вызванного им в жизни произведения и образующая такого рода скрытую цикличность, не есть ли это тоже договаривание своего. Чаще, однако, подобное договаривание осуществляется сознательно. Одним из интересных феноменов музыки XX века является произведение структурные двойники. При разительном порой внешнем несходстве они скрывают в себе глубокое внутреннее родство, является структурно изоморфное. Такого рода двойниками является, к примеру, сочинение Яниса Ксенакиса под названием «Номос альфа» и «Номос гамма». Первое написано для Веланчеги Соло, когда-то меня с ним познакомил Иван Манегиди, который его исполнял одним из первых, есть запись У меня есть полный анализ этого сочинения опубликованный Второе для большого симфонического оркестра «Номос гамма» Суть в том, что в основе и того, и другого лежит одна детально разработанная с применением математического аппарата композиционная модель Своего рода скрытая структурная канва И мы можем сказать, что «Номос гамма» договаривает с средствами оркестра недоговоренные виолончели в «Номос альфе». Поистину же уникальный образец договаривания Своего связан с еще одним сочинением Ксенакиса, написанным в 1953 году и самим автором признанным переходным от классической системы композиции к новой. В этом сочинении под названием метастазис основным видом звуковой материи является объемное глисандирование струнных, некий звуковой континуум, специфика которого заключается в постоянных мутациях пространственно-энергетических характеристик. По этому поводу сам Ксенакис писал следующее, процитирую. «Если глисанды имеют определенную протяженность и достаточно переплетены, мы получаем акустическое пространство непрерывной эволюции. Зарисовав глисанды как прямые линии, можно получить поверхность соответствующей конфигурации. Таким образом, метод работы композитора здесь представлен как графическое воплощение предварительно рассчитанных математических функций и последующая проекция этого графика на оркестровую партитуру». Поставьте, пожалуйста, сейчас там первую иллюстрацию. Вот тут как раз то, что сам в своей книге «Формализованные музыки» приводит Ксенакис, он, кстати, часто лукавит, он в своих анализах не раскрывает все карты, и поэтому там иногда рвется вот эта логическая цепочка, но в данном случае он приводит несколько тактов. Вот это собственно то, как выглядит партитура, это те самые переплетенные глиссанды, и по вертикали это вот как раз дивизированная струнная группа, то есть то, что собственно вы увидите, открыв саму партитуру. А вот следующее, откройте, пожалуйста, это вот сама партитура, то есть вот то, что мы видим в нотах, и где фактически то самое, что вот на этом самом предыдущем графике композиционной модели было, здесь реализовано. Те же самые несколько тактов. Как известно, чрезвычайно любопытна и дальнейшая судьба данного сочинения. Идея перевода математической структуры из одной материальной субстанции в другую, идея связи визуальных и слуховых представлений натолкнула Ксенакиса на мысль о проведении поистине уникального эксперимента. В 1956 году он делает проект павильона фирмы Philips для Всемирной выставки Брюсселе, в основу которого берет те самые расчеты и графики метастазиса. Вторая профессия архитектора Ксенакис являлся учеником знаменитого Ле Корбюзье, и этот павильон они строили вместе, позволила сделать материализованную реальностью известную метафору архитектура это застывшая музыка. Иными же словами можно сказать, что перед нами удивительный образец договаривания собственного замысла проекта языком другого вида искусства. Пожалуйста, откройте следующий. Ну вот тут, собственно говоря, к сожалению, разобранный несохранившийся павильон, который с левой стороны был на Экспо 56 в Брюсселе, а вот справа это его, собственно говоря, чертеж, который и есть повторение и реализация уже в пространстве всех расчетов, положенных в основу метафориста. Дальше, пожалуйста. Вот этот самый проект более в таком чистом виде. Пример достаточно известный, поэтому можно его долго не комментировать, но тем не менее хочу привести второй, не менее уникальный образец договаривания своего, это произведение Пьера Булеза Репонс. Здесь речь идет уже не о договаривании оригинального замысла проекта, а о договаривании принципиально новой концепции творчества. Недаром Оливье Мессиан назвал Репонс шедевром музыки 20-го века. Итак, работа, выполненная Булезом по заказу Юго-Западного радио Германии, представляет собой реализацию самых смелых его идей, выношенных за годы работы в Иркам. Помыслы композитора направлены на органичное объединение живого исполнения музыки с машинным синтезированным звуком, то есть на выстраивание принципиально новой триады композитор, компьютер, исполнитель. Распоряжение Булеза в конце 70-х годов оказался мощный компьютер четвертого поколения Catrix 4X, используемый в Иркам для анализа и синтеза звуков, а также для их трансформации. С его помощью и с помощью специального электронного устройства, служащего своего рода контроллером движения звуковых сигналов, композитор сумел разрешить ряд непреодолимых ранее технических трудностей. Репонс написан для шести солирующих инструментов камерного оркестра и процессоров, предназначенных для цифровой обработки сигналов в реальном времени. Именно благодаря этому последнему обстоятельству реальное время здесь был сделан кардинальный шаг вперед в сравнении с прежней электронной музыкой, вынужденной звучащей исключительно магнитофонной записи. Новая возможность направляемого композитором непосредственного диалога музыканта-исполнителя и компьютера отражена в названии сочинения. Репонс, как разъясняет автор, это французское название особой разновидности средневековой хоровой музыки, в которой солисту всегда отвечает хор. Термин подходит в качестве названия современной композиции, поскольку он предполагает вопросы и ответы на самых различных музыкальных уровнях. Диалоги, наполняющие данное произведение, многообразны. Они разворачиваются между солистами, между солистами ансамблем, между натуральным инструментальным и искусственным компьютерным звучанием. Из старинной антифонной музыки Буллезом заимствованы два принципа смещения звука в пространстве и его умножения, ответ множества голосов одиночному голосу. Эти принципы приобретают здесь универсальный характер. Буллез поясняет, что смещение можно представить и в более общем виде. как сдвиг в любом измерении, характеризующем музыкальный звук. Умножение же звуков тоже по-особому может быть реализовано с помощью компьютера. Последний, получая одну ноту или аккорд, в соответствии с введенной в него программой, создает множество нот или аккордов тем или иным способом, связанным с оригиналом. Назревает вопрос, а где же здесь по скриптуму, где здесь договаривание? Все дело в дальнейшем. Столь грандиозная идея породила феномен бесконечного договаривания художественного текста. Стремительное развитие компьютерной техники побуждало Булеза вновь и вновь возвращаться к своему замыслу. «Репонс» «Репонс» был впервые исполнен в 1981 году и имел продолжительность звучания 19 минут 30 секунд. Уже вскоре Булез договаривает ранее созданное и появляется «Репонс-2» в 1982 году продолжительностью 32 минуты 15 секунд, а затем и «Репонс-3» в 1985 уже 45-минутный, наконец, «Репонс-4» около полутора часов звучания. Каждое последующее сочинение выстраивается на фундаменте предыдущего, но идет дальше, демонстрирует новые метаморфозы исходного материала. Упомянув ранее особый рот скрытой цикличности в творчестве Булеза, можно и в данном случае обсуждать проблему цикла в необычном ее преломлении. Не останавливаясь на этом специально, сошлюсь на еще один показательный пример намеренного выстраивания композитором цикла по принципу договаривания. Жераром Гризе на протяжении десяти лет создавался цикл из шести самостоятельных произведений под названием «Акустические пространства». По своей значимости, подчеркнутой самим автором, этот цикл можно назвать манифестом спектральной музыки. Приведу краткую выдержку из его подробных комментариев. Цитата. «Единство этого цикла реализуется посредством единства формообразования и посредством наличия во всех пьесах двух акустических ориентиров гармонического спектра и периодичности. Я резюмирую некоторые положения относительно используемого языка. Впредь сочинять не нотами, но звуками. Больше не сочинять только звуками, но разницей, которая их разделяет, степень предслышимости. Работать с этими разницами, то есть контролировать эволюцию звука или ее отсутствие и скорость этого развития. Принимать во внимание относительность слушательского восприятия. Применять в сфере инструментальной музыки феномены, долгое время изучавшиеся в студиях электронной музыки. Исследовать синтетический тип письма, при котором различные параметры участвовали бы в создании одного общего звука. Например, внутренняя организация высот создает новые тембры, из которых появляются длительности и так далее. Синтез стремится с одной стороны к разработке звукоматериала и с другой стороны к различным существующим отношениям между звуками формами. Вот сатистический манифест и название частей этого цикла акустические пространства и годы, на что надо обратить внимание, и годы их создания. Итак, первое. Пролог для это соло 1976 год. Периоды для семи исполнителей 1974 год. Обертоны для шестнадцати или восемнадцати исполнителей 1975 год. Модуляции для тридцати трех исполнителей 1976 и 1977 годы. Переходности для большого оркестра 1980 и 1981 и эпилог для четырех Волтурнсола и Большого оркестра 1985. Вот как можно заметить по хронологии событий, замысел такого цикла возник уже после сочинения периодов обертонов, то есть 1974 и 1975 годы. И пошло дальше. Они включены в цикл, сообразно сразу же бросающейся в глаза логике постепенного нарастания количества исполнителей от Альтосола до Большого оркестра. При исполнении подряд предусмотренным композитором каждая пьеса последовательно расширяет пространство предыдущей. Все части цикла особым образом объединены тематически. Порождающей моделью звукового материала является гармонический спектр звука Ми большой октавы в исполнении тромбона. Данный спектр постоянно подвергается акустическим трансформациям, которые могут весьма далеко отклоняться от первоисточника. Феномен опус уникум, как договаривание чужого, тоже может быть представлен интересными и многочисленными примерами. И здесь существует проблема структурных двойников. Еще в начале 20 века Пабло Пикассо обронил что такое в сущности художник. «Коллекционер, который собирает для себя коллекцию, сам рисует картины, понравившиеся ему у других. С этого именно начинаю и я, а потом получается нечто новое». Цитата закончена. Заимствование структурных идей композиционных моделей из чужой музыки достаточно распространенное явление в композитостом творчестве середины 20 века. Заимствуется именно структурная канва, как правило не в деталях, а в основных принципиальных моментах. По внешним же признакам сочинения близнецы могут быть абсолютно не похожи друг на друга. Примером такого структурного договаривания может служить заключительный номер из цикла Эдисона Денисова «Итальянские песни», моделью для которого послужило сочинение Луи Джинона «Прерванная песня». В архиве Денисова точный скрупулезный анализ НОНа, потом расчет собственного сочинения и дальше очень легко эти сравнивания. С договариванием чужого непосредственно связана и полистилистика. В своем известном манифесте полистилистики Альфред Шнитке представляет всю шкалу ее приемов, среди которых фигурирует адаптация пересказ чужого текста собственным языком. Причем такой пересказ договаривания имеет совершенно другой смысл по сравнению с тем, что делал Бузовни с баховским текстом. Для большей убедительности этого утверждения я воспользуюсь примерами, также связанными с обращением композиторов XX века к Баху. Христоматийный образец адаптации Ричард Карг или фуга Ричард Ката, как ее называют Антона Веберна, в котором не изменена ни одна нота первоисточника шестиголосного Ричард Кара из музыкального предложения Иоганна Себастьяна Баха, ни в ритме, ни в звуковысотности Веберна не допускает ни малейших отклонений от баховского текста. И при этом данное сочинение это ключ к позднему Веберну. В нем композитор выразил свое кредо. Кстати, он не поставил там опуса, что тоже очень существенно, а следом идет вариация опус 30, где все это сделано. Продемонстрировал суть сегментной додекофонии. Исключительно средствами оркестровки Веберн ввел новый пространственный параметр в музыкальную ткань сочинения, создал собственный ритм формы, имеющий внутренне четко выбранную логику. Суть договаривания здесь в том, что Веберн представил свой автопортрет, воспользовавшись рамой текста, имеющего определенное сакральное значение. А вот другое сочинение, также отталкивающееся от того же Ричард Кара из музыкального приношения Иоганна Себастьяна Баха. Это скрипичный концерт Афертуриума, называется Софьи Бубайдулиной. Это уже не адаптация. Здесь концептуально обыгрывается сама идея приношения. Баховская тема приносится в жертву путем поэтапного отбрасывания крайних звуков при каждом повторения, а затем воскресает, таким же образом обрастая с краев звуками. Но второе пришествие баховской темы символ драмы тема возвращается в ракоходном изложении и на слух ее никто не признает. Монументальное сочинение Бубайдулиной впечатляющий пример структуралистского иносказания. В определенном смысле его можно сравнивать с теми вышеупомянутыми образцами художественной литературы 20 века, в которых по-своему договариваются библейские источники. И напоследок еще один пример договаривания Иоганна Себастьяна Баха уже в совершенно парадоксальном ключе. Сочинение Виктора Екемовского под названием «Бранденбургский концерт». Проявление аналитизма особого рода. Его замысел возник совершенно внезапно в процессе скрупулезного вдумчивого изучения баховских партитур. Екемовский увлекся коллекционированием тех фрагментов баховских сочинений, где бах как бы вырывался за пределы собственного стиля, с очевидностью превышал языковые нормы высокого барокко. Скажем, когда в полифоническом сплетении голосов в определенный момент по вертикали возникало созвучие «ля», «ля бемоль», «ля диез», своего рода микрокластер. Или когда на основе гемиольного, сочетающего одновременно двухдольность-трехдольность и соотношение голосов полифонической ткани, на какой-то момент возникала ритмическая путаница. И вдруг пришла, как выразился сам автор, бредовая идея написать сочинение языком Баха, превышающего нормы собственного стиля. То есть концентрировано представить то, что у Баха реально присутствует, но распылено в пространстве его музыки. Не задерживают на себя внимания слушателей. Вот так и возник бренденбургский концерт. Сочинение с двойным дном, поначалу попросту озадачивающее, но исподво заставляющее слушаться странную горчинку звучания. Постепенно подвох становится все более очевиден, и слушатель настраивается на нужную волну, с удивлением обнаруживая не отзвуки музыки Баха в 20 веке, а наоборот отзвуки 20 века музыки Баха. Вот, пожалуй, перечисленного и достаточно, чтобы сделать следующий вывод. Метафора по скриптуму, как договаривание, при очевидной неконкретности, все же может служить инструментом познания разнообразных явлений художественной культуры. Она помогает подчеркнуть некоторые специфические стороны современного художественного мышления, в особенности в тех случаях, когда по первому впечатлению мы встречаем нечто давно знакомое. Я предлагаю как развлечение послушать немножко этот Бурнебургский концерт, чтобы было понятно, на чем он бывает. Спасибо большое за внимание.